Продукты мы держали в шифонере. Освободить 9-метровую комнату в общежитии Лилия должна в ближайшие дни. Такое решение вынес Багратионовский городской суд. Лилия со взрослым сыном приехала сюда два года назад из Казахстана по программе переселения соотечественников. Но вопрос с жильем не решила. Жилищный вопрос за два года никто не может решить. Если придут суда исполнители, я даже вещи не буду выносить. Вот пусть они вынесут вон туда, и я там буду сидеть как бомж. В такой ситуации сейчас 13 семей программы переселения соотечественников, которые живут в поселке Северный. Они приехали в Калининградскую область два года назад. А по правилам программы по окончании этого срока временное жилье нужно освободить. Кристина Мартиросян с мужем и двумя детьми сначала снимали квартиру. После рождения третьего ребенка переехали на временную жилплощадь в общежитие. Теперь их отсюда выселяют. Говорят, тут жить можно только 24 месяца, два года. Но мы всего лишь тут живем полгода. С тремя детьми куда, если выселяют? На улицу. Ни квартиру не снимешь, ничего. Ребенок в школе учится. Однако сотрудники регионального миграционного центра считают, что переселенцы часто лукавят. Иметь бесплатное, хотя и временное жилье им выгодно. Потом оказывается, что у них есть, например, где-то земельный участок с небольшим домиком, и это собственность оказывается. Есть люди, которые получили служебное жилье, но они полагают, что могут заниматься еще и это жилье. Каждый год по программе переселения соотечественников в Калининградскую область приезжает около 4 тысяч человек. Только десятая часть из них пользуется временным жильем. Переселенцы говорят, это неудобно. На такой жилплощади и регистрируют временно. А с временной регистрацией не оформят пенсию, материнский капитал и не дадут кредит. С начала этого года в Калининградскую область приехало почти тысяча новых переселенцев. Региональные чиновники говорят, новая волна более подготовленная. Прежде чем переехать, люди изучили рынок труда и недвижимости. И почти все заселились в квартиры и дома, которые нашли для себя сами. В прошлом году судебные приставы выселили из временного жилья почти 500 участников программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова